Друзья, здравствуйте! Сегодня расскажем об интересном пруде. Площадь пруда 150 квадратных метров, глубина 2 метра. Пруд прозрачный, чистый, вы видите аэрацию. Фильтруется пруд в летнее время системой биоплато. Аэрация стоит достаточно глубоко, все-таки мы на зиму не рекомендуем так глубоко ставить аэратор. В данном пруду мы аэратор немного поменяем систему аэрации. Для летнего варианта аэрации у нас аэратор будет стоять на глубоководной зоне. Для зимнего варианта аэрации мы аэратор поставим аэрационный модуль на мелководную зону, глубину полметра. Справа вы видите стадо наших осетров, это русско-ленский осетр. Разный цвет вызван тем, что это гибрид. Вообще там пару особей должно быть сибирского осетра, но я их не вижу, либо так неудобный ракурс. Вообще вижу русско-ленского осетра, судя по форме. И то, что у них разный цвет, это нормально для гибрида. И вы видели вдали, справа плавал сик, сик обыкновенный. В этом году мы запустили тестовый сига. Ладожская, леонежская форма я не знаю, но привезли его с ленинградского хозяйства. Он привыкший питаться комбикормом, поэтому зимой ему сыпят много корма, он питается. Летом, я думаю, он перейдет на, дополнительно будет поддать личинки насекомых, подъезд икру лягушачью, если будет. Ну а так в целом посмотрим, как он будет себя летом чувствовать. Это очень интересная рыба, очень вкусная. Мое любимое блюдо сугудай из омуля или из сига обыкновенного. Наверное, одно из любимых моих блюд. Поэтому посмотрим и покажем вам, как будет чувствовать себя сик. Вода достаточно прозрачная, вы видите песок, на нем нет совершенно ила. Правда, пруду чуть меньше года, но мы показывали видео, прудам по 2-3 года ил не накапливается. И вы видели, друзья, белый налет. Пожалуйста, скажите, что это за налет. Я не знаю, что в районе аэратора белый налет какого-то вещества или какого-то организма. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите. Внешне похож на какую-то плесень, но я, честно говоря, не понимаю, что это. Мы в этом видео покажем коротко этапы строительства пруда. Ну что ж, друзья, поехали. Выковали котлован. Выбрали котлован с одной зоны мелководья без ступенчатых форм. Сшили геоплотно типа Дорнит единым куском. Далее укладываем резину, бутилку чуковую резину. Бутилку чуковую мембрану не требуется никакого подогрева, не требуется огня. Клеится пленка или варится пленка достаточно быстро, накрывается. Рекомендуем применять бутилку чуковую мембрану. Мы во всех своих прудах применяем бутилку чуковую мембрану фирмы Carlyle. Это американский производитель. И вообще рекомендуем, мы в своих роликах рассказывали о том, что рекомендуем применять именно американскую мембрану. Два вида мембраны Firestone или Carlyle. Выбирайте любую, мы пользуемся мембраной Carlyle. Далее мы в пруду будем устраивать, будет построен мост, поэтому мы монтируем винтовые сваи. Отсыпаем гравий на дно. Далее мы отсыпаем белый песок. Берег укрепления будем выполнять камнем типа рваный гранит. Вы видите, вот в таком виде мы его привозим. Это один из самых долговечных материалов и недорогих. У нас есть ролик, мы рассказываем о том, насколько удобно применять камень типа рваный гранит в укреплении берегов. Далее укладываем камень. Укладываем камень только по мелководной части пруда. У нас есть три подробных видео по строительству данного пруда. Пожалуйста, посмотрите их. Мы записывали их чуть более полугода назад. А сейчас мы хотели показать, как себя чувствует пруд, как себя чувствует рыба. Далее после укладки камня отсыпаем, заполняем пустоты между камнями гравием, фракция 5.20 или 3.10 и наполняем воду. Фильтрация в данном пруду. Для фильтрации воды мы построили стену биоплато. По биоплато у нас есть отдельное видео. Пожалуйста, посмотрите его. Там подробно показываем проекты биоплато. Наполняем пруд водой частично и далее будем укладывать большие камни по берегу. Под каждый камень делается ложе. Вот мы привезли крупные камни. Под каждый камень делается ложе. Если камень большой, под него подкладываем один или два слоя геополотна типа Дорнит. Но если камень весит до тонны, можно Дорнит не подкладывать. Бутылка Учукова мембрана очень прочная мембрана и не боится повреждений. Вот таким камнем, который вы сейчас видите, он весит около тонны, вы не повредите мембрану. Далее задействовали мини-экскаватор весом 5 тонн. Под каждый камень мы копаем ложе, разбираем камень, расправляем гидроизоляцию и укладываем камень. Камень укладывается тоже без раствора, сухую. Используем чалки, так называемые, матерчатые стропы, чтобы не повредить гидроизоляцию. Вы видите, внутри пруда у нас уже смонтированы винтовые сваи и загидроизолированы. Как это делается, посмотрите в наших видео подробных по данному пруду. Повторюсь, мы его записали и разместили это видео, наверное, месяцев 7 назад. Камень устьгай, серпантинит и змеевик мы используем на данном объекте. В принципе, мелководную зону труда можно выложить почти всю, большими камнями или целиком из больших камней. Есть только тут вопрос стоимости материала и работы. А так вообще большие камни, конечно, делают пруд красивым. И чем больше вы задействуете крупных камней, тем пруд будет красивее. Камни мы раскладываем за один день. Часов 6 нужно на раскладку больших камней. Общий вес камней около 10-12 тонн. Видите, вода еще недостаточно чистая была в том видео. И вот вы видите, уже поработал биофильтр порядка двух недель. Вода достаточно прозрачная, чистая. И мы спустя месяц запустили русско-ленского осетра в данный пруд. И линя. Сперва, по-моему, мы запустили пробно линя. Мы не стали запускать карася. Мы в наших прудах стараемся вместо карася запустить линя. И вместо карпа осетра, очень любимая наша рыба. Он не прихотливый, не загрязняет пруд, так как это делает карп. Не роется. И обмен веществ в него поменьше, пониже, чем у карпа. Он не выделяет осетра столько биогенных веществ в воду. Соответственно, пруд легче содержать в чистоте. Вот я показываю сейчас, мы запускаем линя в данный пруд. Как пробное зарыбление. Посмотреть, как себя рыба чувствует. Линь показал хорошее состояние в пруду. Чувствовал себя прекрасно. И мы через какое-то время решили запустить осетров. И выбрали для этого русско-ленского осетра. Гибрид. Гибрид обладает лучшими качествами, чем исходная форма. То, что в его генетике есть линский осетр или сибирский осетр, дает преимущество в том, что он морозоустойчив. Мы установили, видите, аэратор достаточно глубоко. Мы будем его поднимать. Для зимнего варианта аэрации мы аэрационный модуль будем ставить на мелководину. Глубну полметра всего лишь. И тем не менее, несмотря на нашу холодную зиму, русско-ленский осетр нормально перезимовал. Никаких проблем нет. Это было и потому, что русско-ленский осетр – холодостойкая рыба. Если бы там была стерлядь, а стерлядь – более теплолюбивая рыба. Или бестер – тоже более теплолюбивая рыба. Возможно, были бы проблемы. Потому что, повторюсь, все-таки аэрационный модуль нужно ставить на зиму повыше. Мы, как правило, на зиму делаем полынью в мелководье, устанавливая либо маленький аэратор, небольшой, либо даже просто поддерживаем полынью благодаря подвешенному насосу над полынью. Внутри полынью. У нас будет отдельное видео по этому вопросу. Но хотел еще рассказать, что на зиму донную аэрацию в центральной России на глубине не более 50-60 см. Мы рекомендуем именно так. Мы говорили о русско-аленском осетре, о преимуществах его выращивания и зарыбления в пруд. Он неприхотлив, быстро растет и достаточно холодостойкая рыба. Благодаря тому, что в его генетике есть гены сибирского осетра. Далее в видео пока показано, как мы зарыбляли сига. Мы запустили сига обыкновенного. Три или четыре особи, достаточно крупного сига. Навеска около килограмма. Привезли его с Ленинградской области. Ладожский и Лионежский сиг. Купили его в хозяйстве. В хозяйстве его кормили комбикормом. Поэтому он привыкший к такому типу кормления. И всю зиму хозяева кормили его тем же кормом, что и летом кормят осетра. Посмотрим в это лето, как будет себя чувствовать сига обыкновенный. Об этом запишем обязательно в видео. Ну что ж, друзья. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Пишите комментарии. Если у вас есть какие-то замечания, пожалуйста, пишите. Мы обязательно обратим на это внимание. Но самое главное, друзья, радуемся жизни. И традиционно я желаю всем добра. Еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...